Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Утро на Болткоме. У нас обычно мы общаемся в это время с представителями культурной сферы, мастерами шоу-бизнеса. Не станет исключением. И это утро. С нами на связи Сергей Ступаков, иллюзионист. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Отлично, связь установлена, поэтому мы сможем узнать все подробности. Они наверняка заинтересуют не только меня. Дело в том, что на днях Сергей вернулся из Италии, замечательного города, хоть и небольшого Латина, где проходил международный цирковой фестиваль. И Сергей там мало того, что просто представил Латвию, что уже само по себе хорошо, но и был удостоен золота этого фестиваля, специального приза жюри, который называется Critics Prize, то есть приз от критиков. И, как сказал один из членов жюри, впервые в истории цирка иллюзионисту удалось завоевать золото на цирковом фестивале и тем самым проложить дорогу иллюзионному жанру на манеж цирка. Сергей, во-первых, поздравляю. Ну, я поздравляю, мы поздравляем. Вся многомиллионная аудитория радио Болтком вас поздравляет абсолютно искренне. Но невозможно не задать первый вопрос, а что, раньше иллюзионный жанр не был представлен на манеже цирка? Вы действительно первопроходец? Вот так номер. Кстати, что за номер был? Спасибо огромное поздравление. Да, действительно, вы знаете, как-то иллюзионисты отошли от цирка немножко в сторону, поскольку у нас есть свои конкурсы, свои фестивали проходят, галоконцерты там, где и лекции. И все это прямо только для иллюзионистов и состязания среди иллюзионистов. Даже есть свой всемирный чемпионат мира, который раз в три года проходит. Проходит он периодически в разных странах. Следующая страна – это Канада, в Квебеке будет проходить. Должен был быть в этом году, в 2021-м, но из-за пандемии его принесли на 2024-й год, по-моему, если я не ошибаюсь. Вы знаете, до этого, я думаю, что иллюзионисты были в цирке, выступали, принимали участие в конкурсах. Единственное, я так понимаю, по словам членов жюри, что они никогда не выигрывали, никогда не брали прямо призовые места именно с иллюзионным жанром. Потому что мне многие прямо так подходили, говорят, вы знаете, впервые в истории, вот сколько мы помним, что именно иллюзионист выиграл золото, состязаясь именно в цирковом жанре. Это ещё круче, но приходит на память знаменательное событие из моей собственной жизни, когда ещё, учась в школе, в старших классах, я участвовал на республиканском конкурсе чтецов. И нас там было достаточно много ребят, но все стихи читали, и только один, буквально из сотни, выучил прозаический отрывок. На него смотрели достаточно странно. Смотрели ли странно на вас? Вы знаете, наверное, сами конкурсанты смотрели, и честно говоря, я даже чувствовал, что, по-моему, не все на меня как-то косо смотрели, как будто я не туда пришёл. Вот-вот я именно об этом. Для меня это тоже был первый опыт, опыт достаточно большой, тяжёлый был, потому что меня, когда уже туда пригласили, времени было очень мало, и я там сомневался, были причины ехать-не ехать. Как бы в последний момент, когда я решился всё-таки попробовать, тем более это после пандемии, год был перерыва, хоть мы там и репетировали, пытались форму держать, но всё равно достаточно сложно. И сразу прямо на манеж цирка, как бы без подготовки. И когда я туда приехал, увидел номера, которые собрались, я оказался не один такой, потому что после пандемии все сорвались просто как с цепи. Артисты приехали очень шикарно, с разных стран, с очень великолепными, классными номерами, были и животные, и акробаты, и воздушные гимнасты, и групповые номера. То есть две полноценно больших программы, которые по два с половиной часа длились, программа А, программа Б, из которых члены жюри потом выбирали номера, которые вошли в финал, ну и уже потом награждение было. — Там только профессиональное жюри. — Артисты, конечно, на меня смотрели немножечко так, что не в своём месте я оказался. — Да, Сергей, там только было профессиональное жюри, или зрители тоже присутствовали в арене? — На всех программах были зрители, зрители в основном, как бы я так понимаю, уже фестиваль идёт с 1999 года, он знаменитый в Италии, съезжаются со всей Италии, с ближайших стран, с Франции приезжают, просто как гости. Ну и плюс профессиональное жюри. Жюри было очень хорошее, практически полный состав, который заседает на фестивале у Монте-Карло. То есть были и режиссёры, и постановщики, и директора различных театров со всего мира, достаточно популярных цирков тоже. Ну и плюс вот второй как бы шалон был жюри, это вот Критик Прайс. Я о нём никогда не знал, потому что на иллюзионных фестивалях у нас есть просто приз зрительских симпатий, как бы, ну нету вот такого, что именно приз журналистов, а это специально они приглашают, ну, медиалиц, актёров популярных, знаменитостей, которые вот потом выбирают тоже своего фаворита и вот вручают этот Критик Прайс. Как на вас отразилось участие, такое яркое, знаменательное призовое участие в этом конкурсе? Где в следующий раз будете выступать? Посыпались ли заказы? Знаете, да, у меня сразу поступило несколько их хороших, интересных предложений. Одно из них — это в Королевский цирк Амстердамов, Театр Каре. Но это всё будет, поскольку фестиваль не так давно закончился, то есть мы только провели первую встречу сразу после конкурса, обговорили. Но уже со временем мы будем связываться, потому что контракты в основном подписываются за два года вперёд. Но это на какой-то определённый срок или разовое выступление? Не-не, это будет на определённый срок, как бы достаточно они, я думаю, не длинные будут. Вот это ближе всё-таки это Рождество, Крисмос, вот такие вот, когда делают очень шикарные, большие грандиозные шоу, то есть тогда... Слушайте, ну это очень круто, очень круто. Сергей, у нас есть звонок из прямого эфира, давайте примем. Давайте. Да, доброе утро. Доброе утро. А у меня такой вопрос, насколько вам помогают достижения науки и техники современные, потому что вот если вспомнить династию Киева, то у них больше как-то, как говорят, ловкость рук. А как у вас это, и насколько сложнее ваши номера? Спасибо. Спасибо огромное за вопрос. Кстати, да, Игорь, Киев и вообще династия тоже мне приходило в голову. Итак, Сергей. Так, вы знаете, как раз наоборот, иллюзионисты Кио, они вот являются именно иллюзионистами, которые использовали меньше ловкости рук, а больше как бы использовали технику, аппаратуру, доступную на то время. Конечно, мы сейчас пользуемся, все иллюзионисты сейчас используют современные технологии, потому что они появляются, и нельзя их игнорировать, их надо использовать, они делают гораздо сильнее, гораздо ярче программы. Ну, как лично, мое мнение, я сам никогда не отказывался от классической школы, то есть я много использую связанные с ловкостью рук, фокусом, манипуляцию, то есть это то, что я полюбил с детства, я это постоянно тренирую, то есть пытаюсь использовать меньше аппаратуры, больше, конечно, своего мастерства. Потому что на фестивалях тоже в первую очередь оценивается то, что человек делает сам, то есть своим мастерством, это ловкость рук или какие-то трюки, или комбинации, которые сам человек придумал. А уже во второй эшелон уже идет это то, что там используешь какую-то технику, электронику или какие-то новые современные технологии. То есть на первом месте, конечно, все-таки мастерство самому артисту. Напомню, с нами Сергей Ступаков, эллюзионист, обласканный буквально на днях на международном цирковом фестивале в Италии, получил специальный приз жюри Critic Prize из золота фестиваля. И я вижу в руках карты, действительно, не покладая рук между делом, тренировка между делом, как-то так называлось, да? Сергей, насколько вообще востребованы эллюзионисты? Вы упомянули, что только что получили приглашение в Амстердам, буквально сразу после конкурса. Но вообще в целом, где эллюзионисты в основном выступают? Какие-то, я не знаю, там корпоративы, например, детские дни рождения где-то на Лазурном берегу. Это личное шоу в Лас-Вегасе на стрипе. Где? В принципе, все, что вы перечислили, все это имеется по-разному. Я, конечно, пытаюсь больше стараться выступать в театрах, в шоу-программах, боритые на зрителя, поскольку цирка так такового в Латвии уже нет. Этот номер, который я показываю с животными, с птицами, мой основной номер, он является моей визитной карточкой, которую я 14 лет готовил на территории Латвии. К сожалению, я его не могу показывать, поскольку запрещены все выступления с животными. Принимаем различные участия в разных шоу-программах, галоконцертах. Также меня часто приглашают для иллюзионистов проводить семинары. Там же и галоконцерты тоже делают большие галошоу именно для начинающих иллюзионистов в различных клубах, в различных странах. То есть, получается, что больше путешествуют, там выступаем. Возможно ли прямо сейчас в прямом эфире, мы же не только в эфире радио, но современные технологии проникают во все сферы жизни. На Фейсбуке тоже ведется прямая трансляция, причем видео, поэтому мы используем Zoom так часто. Так вот, в прямом эфире сейчас что-то можно иллюзионистское изобразить, а мне поучаствовать в качестве, не знаю, участника, соучастника или зрителя. Так, вы знаете, я вам сейчас покажу как раз то, из-за чего, в принципе, я полюбил заниматься фокусами. Когда мне было 10 лет, я вот увидел Арутюна Копяна по телевизору. У него, по-моему, передача «Пока все дома», были журналисты в гостях. И вот они его тоже попросили, говорят, ну можете вот что-то в обычной обстановке показать какие-то фокусы? И вот он тогда, закопав рукава, показав пустую руку, стал появлять из ниоткудова карты. Ахалай-махалай, Сергей, ну честное слово. После чего он появил веер, показав, что руки совершенно пустые, появил еще один веер. И вот этот момент меня очень поразил, я стал именно из-за этого заниматься фокусами. Эти карты просто сыпались ниоткудова. Он показывал ладонь с двух сторон совершенно пустую и все равно появлял карты. Но, слушайте, именно это сейчас и происходит. Что творит? Это такая небольшая импровизация. Что творит этот человек, этот импровизатор, просто фокусник. Кстати, Сергей, а в чем разница между иллюзионистом и фокусником? Между иллюзионистом и фокусником как бы это только разница в названиях, в слове самом. Но сам иллюзионный жанр, он очень разносторонний. То есть есть иллюзионисты, это именно как шоу Дэвида Куперфилда, Киева, там, где использовались громадные какие-то реквизиты, где они распиливали людей, сжигали, появляли, делали крупную иллюзию. Есть манипуляторы, это был Арутюна Копян в советское время. Это человек, который выходил буквально с пустыми руками на сцену, у него появлялись, исчезали неоткуда предметы. То есть он там пел песню, появлял эти карты, разрезал ленточку, которая все время целая становилась. Это именно связано только с ловкостью рук. Есть сейчас, появилась уличная магия. В Европе очень популярно, много иллюзионистов работают на улице, выходят, ставят небольшой столик и показывают различные фокусы, которые очень хорошо проходят именно для уличного зрителя, то есть для зрителя, который гуляет в парках, останавливает. Прошу прощения, хочу уточнить, вот эти вот наперсочники, они относятся к этой категории уличной магии? Нет, не путайте. А наперсочники – это отдельная история, слава богу, их все меньше и меньше становится, а это как бы это мошенники. Ну, конечно, мошенники. У иллюзионистов есть фокус Cups and Balls, когда показывают классику именно этого фокуса, когда три стаканчика и мячики перемещаются с одного в другой, потом там появляются или мандарины, или что-то еще как бы крупное у этих стаканчиков. Именно фокус. Ну, вы не путайте, то есть вот этой игрой, где людей просто обманывают деньги. Сергей, вы аж взгрустнули, я не хотел вас обидеть, богу ради, простите, но невозможно же было не вспомнить действительно этих мошенников. Давайте о серьезном. У нас остается буквально несколько минут. Серьезный вопрос. Вы наверняка смотрели фильм «Престиж», да, Кристофера Нолана с Ю Джекманом и Кристианом Бэйлом с Карлетт Йоханссоном. На самом ли деле ваше ремесло, ваша профессия, ваше призвание требуют подобного накала страстей и самоотречения, как это было показано в этом фильме? То есть вся жизнь посвящена, причем, ну, касаемо этого фильма, прям даже до трагедии. Ну, вы знаете, там, конечно, этот фильм, там нужна драматургия. Конечно, у лизионистов такого нет. Всю жизнь прям целиком невозможно этому посвятить. Понятно, это становится образом жизни, допустим. Мы постоянно занимаемся, мы постоянно думаем о фокусах, то есть что-то пытаемся новое придумать. То есть это как бы, это действительно образ жизни. Ну, прямо вот такой вот драматургии, как там вот показывали. А еще тот момент, меня часто люди спрашивают про то, как там птичку, по-моему, убили при исчезновении. Такого нет. Поэтому, может быть, когда-то в древние века такое и было, как бы, но я лично этого не знаю. То есть просто я, поскольку работаю тоже с животными, мне часто люди после этого фильма подходят, говорят, ой, а правда, что вот вы там в выступлении убиваете птичек? И меня настолько, я как бы понимаю, для фильма это надо было, потому что иначе бы его по-другому просто не смотрели бы. Но я людям, конечно же, объясняю, что это все только фильм в настоящем. Это невозможно даже просто сделать, поскольку натренировать ту же птичку для какого-то фокуса – это очень длинный срок. И прямо там потом ей жертвовать ради какого-то нового выступления – это просто нереально. Тем более у меня у птицы по 11-15 лет некоторым, которые со мной практически чуть ли не с самого начала того, как я начал этот номер готовить. Во время нашей беседы мы получили смс-ку в WhatsApp-чате «Кого больше в нашем правительстве – иллюзионистов или фокусников?» Такой вот забавный вопрос. Будете отвечать или двигаемся дальше? Вы знаете, я за политикой особо не слежу, поэтому я даже не могу ответить. Счастливый вы человек. А в таком случае вопрос от меня. Наверняка же вам известны… Ну нет, как бы так сформулировать. Ваше ремесло тоже, оно и в Средневековье практиковалось, и наверняка с античных времён. Сохранились ли какие-то классические иллюзии, классические фокусы, которые действительно столетия, может быть, тысячелетия используются и по-прежнему популярны, по-прежнему востребованы? Конечно, конечно, сохранились очень многие фокусы. Очень популярный трюк, он называется «Великие китайские кольца». Ну это все помнят, когда же металлические круглые кольца цельные, иллюзионист соединял, их могло быть два, могло быть одиннадцать. Я даже в студенческое время, когда учился, у меня целый номер был поставлен именно с кольцами, то есть где я различные фигуры делал, они проходили через друга, соединялись, делал разные значки, потом полностью их рассоединял. То есть этому фокусу очень-очень-очень много лет. Потом тот же фокус, который мы говорили про наперсночников, это «Капсенболс», он тоже с древних времен со стаканчиками. Но именно фокус, когда на ярмарках показывали, как появляются эти мячики под стаканчиками, потом проходили сквозь стаканчики. И он до сих пор популярен, он есть в моей программе, он практически на любом конкурсе иллюзионистов, куда я не приезжаю, кто-то его всегда показывает. Показывают по-разному, обновляют, конечно, но сам этот реквизит сохранен. Такая проверенная столетиями классика. Сергей, например, у меня чистое восприятие. Вот вы показывали карты, которые веером из ниоткуда, и мне не хочется знать, как вы этого добиваетесь. Я искренне, если хотите, по-детски поражаюсь происходящему. А достаточно же хватает зрителей, которые потом подходят, дергают за рукав, говорят, ну давай, давай, расскажи, как ты это делаешь? Как вы относитесь к этому, как вы обычно отвечаете? Раскрываете ли какие-то незначительные секреты? Или вас раздражает, может быть, вот это вот желание узнать тайну? Вы знаете, есть, конечно, люди, которые любят удивляться и не хотят просто знать секретов. Таких, слава Богу, гораздо больше, чем скептиков, которые, наоборот, пытаются как-то разоблачить. Но чаще всего, когда вот после каких-то выступлений я общаюсь с людьми, в принципе, вот когда мы разговариваем, я просто людям говорю, вы понимаете, если вы узнаете секрет, у вас пропадёт вот это маленькое чудо, которое и так нелегко сделать в современном мире, чтобы удивить человека, чтобы он на секунду окунулся в детство и поверил в какое-то волшебство. А если вы узнаете, вы просто разрушите этого чуда, и у вас его не будет просто-напросто. И тогда человек такой, ну да, по сути, да, может и это. Повторить вы всё равно фокус не сможете, потому что это годами всё делается, оттащивается. И как-то люди соглашаются с этим. И я, в принципе, к этому спокойно отношусь. Вот я скажу по себе, я знаю очень много фокусов. Удивить меня уже, конечно, каким-либо трюком очень трудно, потому что я уже давно в этой сфере нахожусь. Но я вот прямо ценю этот момент, когда я на конкурсе или на каком-то фестивале, где выступают иллюзионисты, вижу какой-то фокус, который я просто не понимаю. И вот я получаю вот этот момент волшебства, вот он самый ценный для меня. Вот я даже иногда пытаюсь просто выкинуть специально с головы все мысли о второй стороне этого фокуса, вот чтобы именно получить... А неужели чисто профессионально не хочется разгадать? Нет, мне хочется насладиться фокусом. Вот именно вспомнить тот момент, когда я вот в 10 лет тогда увидел Рутюна Копяна, вот когда он появлял эти карты, и я просто понимал, что они с воздуха берутся. То есть нету никакого секрета, у него рукава закатаны, он в обычной домашней одежде, они дома сидели, пили чай, вот он встал напротив обычной советской кухонной дверки и стал появлять эти карты. То есть мне вот этот момент более дороже, чем там вот заоблачить как-то этот тот или иной фокус. Сергей, огромное спасибо. К сожалению, наше время эфирное вышло. Продолжают сыпаться вопросы в WhatsApp-чат, и хочу обратиться к авторам этих вопросов. Ну, кто же вам мешал на 10 минут раньше написать сообщение? Мы бы успели в эфире задать ваши вопросы. Давайте в следующий раз чуть-чуть пораньше, и все, мы успеем. Сергей Ступаков, иллюзионист, был с нами. Человек, который представлял Латвию на международном цирковом фестивале в Италии, завоевал специальный приз жюри Critics Prize, и золото фестиваля тоже оттуда привез. Еще раз поздравляем и желаем, конечно же, больше чудес и больше новых идей. Успеха, Сергей. Спасибо. Хорошего дня. Утро на балконе объявляется закрытым. Программа, конечно же, радиостанции продолжается. Впереди и очевидец, и зеленая лампа, и так далее, и тому подобное. Оставайтесь с нами. И, конечно же, помним про новостной портал MixNews.lv, который работает практически круглосуточно. Всего доброго. До свидания.